ДИС-Центр Гарант Кажется, транспортная проблема поселка Биафабрика частично, но решена. Каждый час отсюда будет ходить муниципальный автобус, а также несколько дополнительных рейсов в утренние и вечерние часы. Более подробно смотрите далее. Жители поселка Победа жалуются на то, что к ним не ходит транспорт. Они не могут ни уехать, ни приехать. Все подробности узнаете прямо сейчас. Громкая скандальная история, связанная с перевозчиками из Орска в Светлые, получила свое продолжение. В Уфас провели проверку. Об ее итогах расскажем прямо сейчас. Подростки выломали ногами деревянные конструкции на детской площадке в парке Северный. Об очередном случае вандализма расскажем через пару минут. У природы нет плохой погоды, но многие арчане после субботних дождей испытали на себе все последствия таких осадков. Все подробности узнаете прямо сейчас. Каждый год после большого и серьезного дождя дорогу на улице Вяземской затапливает. И здесь образовывается большая лужа. Жители Орска просят коммунальщиков прочистить ливневку, либо оборудовать еще одну, чтобы вода уходила своевременно. Все подробности расскажем в этом выпуске новостей. Никогда еще поселок Биофабрика так часто не фигурировал в новостных сводках, как весной 2022 года. С тех пор, как был закрыт мост через Орь, каждый день что-то да происходит. То люди идут пешком в город, то участок дороги размыт дождями, то арчане опаздывают в аэропорт. В двух словах опишем проблему. Есть два пути официальных и один альтернативный. Через звероферму, по объездной и через поле. Но ни один не устраивает водителей в полной мере. Слишком грязно, слишком долго, слишком сложно. Муниципальный транспорт ходит слишком редко. Причем по полевке, а не по грейдеру. Все это громко и эмоционально изложили жители поселка Биофабрика главе города Орска Василию Казупица на сходе, который был организован, чтобы обсудить болезненные вопросы. Какие предложения будут у вас? Предложение нормальное поставить фантон на старой Биофабрике. Люди кричали и, похоже, докричались. Со среды каждый час ходит муниципальный транспорт по маршруту Биофабрика-Аптека-Мясокомбинат. Причем в часы нагрузки организованы дополнительные рейсы в 6.30, 7.00, 8.00 и 9 утра, а также в 16.00, 16.30, 17.00 и 17.30 вечером, чтобы люди, которые заканчивают работу, смогли уехать на Биофабрику. Последний автобус с остановки «Мясокомбинат» пойдет в 10 вечера. Актуальное расписание будет размещено на самих остановках. С этой недели запущен и школьный автобус. В первый день он отвез в школу номер 22 12 учеников и 9 педагогов. Часть школьников выбрали дистанционное обучение. А так как учебный год уже заканчивается, то особых проблем с доставкой школьников не предвидится. Отдельная головная боль – это большегрузы, которые, по идее, должны ехать в объезд, но сокращают путь через Полевку, Грейдер и мост в поселке Форштадт, который не рассчитан на такие нагрузки. По словам начальника управления жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта администрации Орска Валерия Михайловских, на проблемном участке будут установлены знаки и дежурить инспекторы ГИБДД. Причем большегрузы нужно не штрафовать и пропускать, а штрафовать и разворачивать. А вдоль маршрута устанавливать информационные стенды для водителей, которые, могут быть незнакомы с местностью, едут по навигатору. Ну а реверсное движение по самому мосту через Орь, на которое была надежда изначально, организовано не будет в силу технических особенностей объекта. И закрыт он будет до середины осени. Татьяна Лакеева, служба информации, телерадиокомпания «Евразя». Оренбургская УФА соштрафовала руководство Ордского автовокзала и одного из предпринимателей за нарушение закона о защите конкуренции. Это итог противостояния, которое длилось не один год. Это все, это мое противостояние заняло три с половиной года. Даже те, которые вначале в меня верили, вот они потом уже по истечению там полтора-два года, они просто мне звонили и говорили, что ты зря все это затеял, ничего ты не добьешься. Ну, можно сказать, благодаря своему упорству и настойчивости все-таки я добился правды. Все это время за свои права боролся арчанин Валерий Нагорный, который занимался раньше пассажироперевозками по направлению Орск-Светлый и сопутствующие населенные пункты. Напомним, громкий скандал разразился в 2019 году. Жители Восточного Оренбуржья пожаловались на то, что автобусы из Орска в Ясный ездят очень редко. Тогда мы провели эксперимент, купили билет в кассе и ждали отправления нашего автобуса. Каково же было удивление нас и других пассажиров, когда за 50 минут до нашего рейса перед носом уехал практически пустой автобус в сторону Ясного и Светлого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Один с места. Один свободный. Ну, не знаю. Возник логичный вопрос, почему кассир не предложил а пассажирам, и нам в том числе, билет на тот самый более ранний рейс. Ответ дал тогда еще индивидуальный предприниматель Валерий Нагорный, чей автобус и уехал полупустым. Он заявил, на Орском автовокзале специально доводят до банкротства перевозчиков, чтобы, так сказать, занять их нишу. Делается это по простой схеме. Дают команду в кассы не продавать определенному человеку билеты. Ну, месяц-полтора человек банкротится, потому что основная прибыль идет Сорского автовокзала, потому что отсюда весь народ, основной поток пассажиров едет в ту сторону. Оттуда мало народу. Вот. И когда здесь ему прекращают продажу, месяц-полтора, ну, максимум два, человек банкротится и уходит с маршрута. Они ставят, пользуясь этим, ставят на расписание того перевозчика, которого они съели, ставят свои машины и продолжают. Тогда уже в них освобождается одно время. Они продают билеты только на свои машины и потом переходят к другому перевозчику. И так они оттуда выгнали шесть перевозчиков. Тогда, в 2019 году, Валерий рассказал о резком падении своей прибыли с 90 тысяч рублей в месяц до трех-четырех тысяч. Рассказал о том, что пришлось сократить количество машин на рейсе с четырех до двух. И о многих других сопутствующих проблемах, в том числе и о потраченном пассажирами времени. Ведь им по необоснованной причине приходилось просиживать на автовокзале, тогда как они могли уехать на час раньше. Еще тогда предприниматель заверил, он намерен бороться до конца. Мы-то что, мы расходный материал. Сегодня одного съели, завтра второго съели. У нас нет ни депутатских корочек, ни погон с большими звездами, которые могли бы за нас заступиться. А там все есть, это присутствует, поэтому их как бы трогать нельзя. А с нами разговор простой. Банкрот свободен. А мы на твое время ставим свои машины и будем набивать свои карманы. А то, что люди сидят на вокзале по два, по три часа, они могут уехать в ту сторону. То это наплевать. Люди кто, раз они не ездят на джипах, значит они подождут директорскую машину. Вот и все. Прошло больше двух лет, и вот Валерий Нагорный неожиданно сообщает, точка в этом скандальном деле поставлена. Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области провело проверку и пришло к выводу, что предприниматель Калашников, который занимается вокзально-кассовым обслуживанием, грубо говоря, осуществляет организацию службы автовокзала, и предприниматель Канасов, который занимался пассажироперевозками по маршруту Орск-Ясный, нарушили закон о защите конкуренции. Кроме того, суд Ленинского района оштрафовал исполнительного директора Калашникова Сорокина по статье «Заключение хозяйствующим субъектам недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения либо участия в нем». Комиссия делала контрольные закупки, итог такой же, как и у нас. Сравнивала количество пассажиров, которых доставили в нужные пункты предприниматели Валерий Нагорный и Канасов. В общем, провела большую проверку, все исследовала, опросила разных участников этого скандального дела. Мало того, в Уфас обнаружили, что часть машин, на которых осуществлял перевозки Канасов, принадлежит Сорокину. В итоге все трое были оштрафованы. «Схема такая, что он давал команду не продавать определенному перевозчику билеты, и у человека выходила пустая машина с автовой экзала. Он сажал одного-двух человек в машину, продавали там на самые ближайшие населенные пункты. Если перевозчик не едет с этим одним или двумя пассажирами, значит, он выписывает ему штраф 500 рублей. Потому что в договоре перевозчиков с автовокзалом, там, драконовские, в общем, автовокзал не отвечал ни за что, отвечал за все перевозчик. Если ты отказывался подписывать автовокзал, значит, ты автоматом, тебя могут не допустить туда». Кроме того, Валерий Нагорный отсудил и потерянную прибыль – порядка 750 тысяч рублей. По понятным причинам сейчас он на автовокзале больше не работает. Что же происходит? На его маршруте Орск-Светлый. Как рассказал Валерий, основная часть пассажиров ездит на Ларгусах без покупки билетов в кассах, так как официальных маршрутов осталось очень мало. «Если касса будет работать, надо будет платить налоги. А если в Ларгусы люди садятся и платят наличкой, то это уже можно работать, не платя налоги. Ну вот в чем разница. Там даже была придумана такая схема – бла-бла-кар на автовокзале. Я сам лично ездил по этому бла-бла-кару. Садился в рейсовый автобус, который отправляется в порт-списание, но деньги отдавал наличкой водителю. Это тоже уходит от налогов». О том, что Ларгусы забирают работу у перевозчиков, которые работают через кассу, ранее жаловался и другой предприниматель – Виктор Синенков. «Ну на автобусах, вот сколько туда ходили, ни один автобус не попадал в аварию. Ларгусы бились каждый год. Почему? Потому что там водители сидят в основном с категорией «Б». Это любительская категория. Вот. И никакие… Вот можно остановить любой Ларгус, любой Ларгус, и спросить у водителя медицинскую справку. Нет у них, они не проходят. Может, он эпилепсик, может, он сердечник, может, у него давление там зашкаливает, может, еще что. Они, я вот эту медицинскую, медоседействие никакого не проводится, ничего. Человек просто сел за руль и просто поехал. А какое у него состояние здоровья, об этом же никто не знает. Поэтому это как русская рулетка. Попал на хорошего водителя, значит, ты доедешь. А нет, значит, может с тобой все, что угодно приключиться. А вот эту медицинское свидетельство, все водители вот этих с категорией «Б», они проходят один раз в 10 лет, когда меняют право. А что происходит за эти 10 лет, ну, это никто не знает. Высказался Валерий Нагорный по поводу реконструкции в здании автовокзала. Отметим, кассы там перенесли с первого этажа на второй. У этих людей трудно узнать истинные намерения. Это все покрыто тайной. Но то, что пассажиров заставляет лазить на второй этаж с чемоданами, это факт налицо. Я сам, как в будущее еще, когда у меня машины ходили, очень много людей ездили по направлению, пожилых людей ездили по направлению сюда, в клинику. Ну, в больнице ездили. Так что, как они ездили, так они и будут ездить. Но теперь эти, как бы, больные люди, там, пенсионеры, им приходится подниматься, кто с сумками, кто там, я не знаю, ну, кто с багажом, подниматься за билетом на второй этаж. Там внизу у них ни камер хранения, ничего нет. Маленький коридорчик, лестница на второй этаж. Ну, и там 5-6 камерек стоит. Все. Это забота о людях. Напомним, что в 2014 году Федеральная антимонопольная служба обнаружила сговор между руководителем автовокзала и одним из индивидуальных предпринимателей. Здесь имела значение кровная связь. Они были родственниками. Схема нам уже знакомая. На кассе продавали билеты только на нужное время. Нарушителей тогда штрафовали. Но они это решение оспорили в арбитражном суде. Спустя 5 лет ситуация повторилась. Но главные жертвы этих историй – обычные люди, которые стали заложниками дележки денег и власти на дорогах. Мария Ноздрачева, Андрей Энгель, Игорь Платонов, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». Жители поселка Победа снова жалуются на то, что к ним практически не ходит общественный транспорт. Напомним, что мы уже писали об этой проблеме зимой 2022 года. Тогда в отделе по организации дорожного движения нам сообщили, что перебои в графике были вызваны нехваткой кадров, а еще что в связи с неблагоприятной эпид-обстановкой часть водителей находилась на больничном. Но прошло уже почти полгода, а ситуация не поменялась. Транспорт дождаться практически невозможно. Мы не можем никак сориентироваться, когда нам ждать маршрутку. Ее может не быть час, может не быть 40 минут. 9 мая, например, вообще работала только одна маршрутка. Хотя маршрут у этих 12А очень длинный, 2 часа занимает. Местным приходится выкручиваться кто как может. Все уже знают друг друга и созваниваются, чтобы вместе уехать домой на чьей-то машине. Некоторые почти всю зарплату тратят на такси. А кто-то на свой страх и риск ходит пешком. Сколько раз я шла с трамвая с 4 до 5, иногда это, ни одной маршрутки ни в одну сторону нет. А появляется она в основном вечером, когда уже нужно забрать большое количество народа. И то не на победу ориентированно, а на завод. Я чаще всего уже доезжаю с Воснецова до Мира, это на трамвае, как бы чтобы дешевле вышло. И уже за тем, как придется. Иногда, конечно, я на двойке на трамвае доезжаю до завода. И идут реостановки в сторону дома на свой страх и риск, потому что очень много собак, потому что там предприятия, жилых домов нет. В администрации города нам сообщили, что с частным перевозчиком будет проработан вопрос соблюдения графика движения автобусов по маршруту номер 12А. Пассажироперевозки по маршруту номер 3 осуществляются одним муниципальным автобусом. Как только второй автобус отремонтируют, движение будет осуществляться в штатном режиме. Ну что ж, надеемся, что в ближайшее время проблема действительно наконец-то решится. Анастасия Тимофеева, Николай Баранников, служба информации ТРК «Евразия». Каждый ливень для Орска становится серьезной проблемой. Как только в городе проходят сильные дожди, большинство дорог покрываются огромными лужами, в которых буквально утопают машины. Участков, где каждый раз образовываются мини-озера, в Орске много. И в районе рынка «Авангард», на улице машиностроителей, на «Союзной». Кстати, на этих участках уже все откачали. А вот, например, на Вяземской, рассказывают арчане, на протяжении 25 лет огромная лужа заполняет всю проезжую часть. 25 лет я наблюдаю такую картину, когда вот этот перекресток всю жизнь затоплен весной и осенью. Это и талые воды, так. Сейчас вот, вчера был сильный дождь. Текло от Воснецова по всей улице во всю ширину. Значит, сейчас идут дорожные работы. Ну, я подумал, что хотя бы, может, сделают что-нибудь. Я обращался к прорабу, который здесь ходил. Сказал, я говорю, что-нибудь будет участвовать. Все мы, все, все сделаем. Александр Савин рассказывает, что есть здесь и ливневка, и колодец, но они не справляются со своей задачей. То ли потому, что объем воды слишком велик для них. Сату отвечает вот за эти колодцы, которые должны чиститься и которые должны. Но их, они приехали весною, раскопали вот это вот все хозяйство и бросили. Никто ничего не делал, буквально. Я здесь каждый день гуляю с собакой, и я смотрю, что здесь творится. Мы бьем полностью машины свои. Кстати, как ранее уже рассказал Александр, на Вяземской сейчас идет ремонт дороги по БКД. Арчане интересуются. Может быть, в рамках этих работ возможно что-то сделать, чтобы, наконец, решить проблему с большим количеством воды после дождей на этом участке. Этот вопрос от местных жителей мы переадресовали мэрии. Там сообщили следующее. В рамках ремонта улицы Вяземской по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ливневая канализация будет приведена в рабочее состояние. При укладке щебеночно-мастичного асфальта бетонного покрытия подрядная организация предусмотрит уклон для своевременного отвода дождевых и талых вод. Данный вопрос находится на контроле управления жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта. Ну что же, хочется верить, что после ремонтных работ улица Вяземская будет радовать не только хорошей дорогой, но и отсутствием огромных луж. Алина Валюлина, Игорь Платонов, служба информации ТРК «Эвразия». Выходные в Орске шли сильные дожди, после которых у многих орчан потекли крыши. Телефон нашей редакции 340-300 разрывался от количества звонков. К примеру, в доме 52А по улице Братской люди буквально сидели в квартирах с зонтиками. У меня крыша потекла, у меня упало, вот, потолок упал, вот. В оконцовке потом у меня ремонт, я на своем продоле делаю ремонт за свой счет. И у меня текет вот эта вот проводка, мама родная, они не сегодня так завтра просто тупо замкнет что-нибудь и сгорим мы к чертовой матери, вот так вот. С такой же проблемой столкнулись орчане, проживающие в доме 19 по улице Горького. В некоторых квартирах собственники не успевали подставлять тазы и ведра. Напомним, что если вы столкнулись с такой ситуацией, как протечка крыши, вам необходимо выполнить следующий порядок действий. Позвонить в управляющую компанию по круглосуточному телефону и сообщить дежурному о протечке. Сделать фото и видео с датой. Дождаться представителей управляющей компании, которые составят акт осмотра. Подписать акт, если устраивает его содержание. Кстати, управляющая компания должна починить крышу в течение суток. В общем, для многих орчан такое дождливое воскресенье оставило после себя неприятные последствия. Надеемся, что в скором времени управляющие компании починят худые крыши. Анастасия Тимофеева, Игорь Платонов, Служба информации ТРК Евразия. Каждый год в Орске встает вопрос ремонта сквера Славы. Плитка здесь начала рассыпаться еще в 2015 году. С тех пор масштабы разрухи только увеличиваются. Вся проблема в том, что мемориал – это объект культурного наследия регионального значения, который находится на государственном учете и охране. Границы братской могилы советских воинов до сих пор не утверждены. В 2020 году администрация Орска попыталась попасть в федеральную телевую программу по увековечиванию памяти защитников Отечества, но безуспешно. На расширенном аппаратном совещании глава города Василий Козупица подчеркнул, что есть проект, есть сметные расчеты. В 2020 году ремонт мемориала стоил 50 миллионов рублей. И даже есть заявка. Вопрос сам собой не решится. Он дал распоряжение заняться проблемой преображения памятного места в городе. В отношении 45-летнего гайчанина, избившего 9-летнего мальчика, возбудили уголовное дело. Полицейские дождались результата экспертизы. Вред здоровью, причиненный пострадавшему ребенку, расценили как легкий. Максимальное наказание по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Напомним, 13 апреля во дворе Наводченко 5, Ордской, 111, Авгая взрослый мужчина набросился на маленького мальчика и избил его. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом костей носа и многочисленные ссадины. Предполагаемой причиной случившегося стал конфликт между детьми во дворе. Однако, по словам матери избитого ребенка, ее сын к этому был непричастен. В парке Северный для вандалов как медом намазано. На этот раз здесь орудуют дети. Да еще и среди бела дня. Трое подростков ногами выбили щиты на детской площадке. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестные выломали порядка 12 деревянных конструкций. Уже на следующий день после случившегося специалисты восстановили все сломанные щиты и привели детскую площадку в надлежащий вид. Но Владимир Иваненко, директор спортивной школы «Надежда», очень сожалеет, что дети способны крушить и ломать то, что предназначено для них же самих. Подростки портят детские площадки, фигурки. Молодежь ломает урны, фонари. В общем, все, что украшает наш парк и город. Говорит директор спортшколы. Администрация школы вовремя это все восстановила. Я хочу призвать наших граждан, кто видел этих молодых людей. Один молодой человек пришел с спортивной площадки по видеокамерам, чтобы он обратился в школу, чтобы мы нашли этих молодых людей. И также безнаказанно, чтобы это не остался, этот случай вандализма. Напомним, совсем недавно в апреле в парке «Северные вандалы» вырвали урны вместе с креплением. В общей сложности было изуродовано семь конструкций. А также кто-то разбил два плафона. И что удивило, люди проходили мимо и никак не реагировали. Но на этот раз орчане не остались равнодушными. Прохожий увидел, как подростки ломают конструкции и подошел к ребятам. Но, к сожалению, совести ломать детскую площадку у ребят хватило, а ответить за свои поступки нет. Почти все разбежались в разные стороны. Однако один хулиган дать дёру не успел. На видеозаписи с наружных камер видно, как мужчина попросил мальчика все конструкции вернуть на свои места. Для кого спрашивается развивать и обустраивать площадку? Родители, если вы узнали на данном видео своих детей, то стоит поговорить с ними о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Стихотворение Маяковского с таким же названием дети уже давно проходили в школе. Но урок почему-то не усвоен. Ксения Семененко, Николай Баранников, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». Заключение контракта на ремонт Гагаринского моста в Орске запланировано ориентировочно на начало июля. Ремонт продлится до конца лета и всю осень. Об этом сообщил Валерий Михайловских, начальник управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и транспорта администрации Орска на аппаратном совещании. По его словам, к зиме должно быть готово новое асфальтовое покрытие и установлено трамвайное полотно. А остальное – по мере выполнения работ. В ГАИ на две недели перекрыли движение по улице Промышленной. На участке от Орской до Бульдозерного парка проводится ремонт. Для грузового транспорта проезд перекрыт с Орского шоссе для легкового с улицы Октябрьской. Объезд осуществляется по дороге за автотранспортным цехом ГАИского ГУКа. В перечне работ, кроме восстановления дорожного полотна, укрепление обочины песчаной гравийной смесью, организация водоотведения и установка бордюров. Окончание ремонта запланировано на 31 июля. На дороге через звероферму началась генеральная уборка. С обочин уже вывезено 7 камазов мусора, и это только начало. Вывоз продлится еще минимум неделю, ведь люди складируют отходы вдоль дороги уже долгое время. Как сообщил глава города Василий Козупица, на аппаратном совещании необходимо увеличивать штрафы для тех, кто выкидывает мусор в неположенном месте. Не тысячу рублей для физлиц, например, как сейчас, а сто тысяч рублей. Может, тогда ситуация изменится. На заседании правительства Оренбургской области принято постановление об организации перевозок пассажиров и багажа на период реконструкции взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту имени Гагарина. Сейчас в аэропорту Оренбурга в соответствии с заявленным графиком завершается первый этап реконструкции участка длиной 500 метров. Работы начались 1 апреля. С 20 мая по 31 августа 2022 года на время капремонта второго участка длиной 2000 метров аэропорт Оренбурга не будет принимать и отправлять авиарейсы. Как сообщалось ранее, на этот период в связи с требованием безопасности полета в пункт прилета и вылета изменен с Оренбурга на Орск. Глава региона Денис Паслер также принял решение обеспечить всех пассажиров бесплатным трансфером, поскольку простой аэропорт Оренбурга доставляет оренбуржцам неудобства. Затраты на перевозку пассажиров для бесперебойного авиасообщения на время проводимой реконструкции взлетно-посадочной полосы лягут на областной бюджет. На заседании также рассматривался вопрос о перераспределении бюджетных ассигнований министерств. Проектом постановления заказчикам услуг по перевозке пассажиров и багажа определяется Министерство строительства Оренбургской области. До 19 мая Минстрою поручено осуществить закупку услуги по перевозке пассажиров и багажа. Перевозки на комфортабельных междугородних автобусах начнутся с 20 мая. Расписание автобусов будет адаптировано к летному расписанию и будет заранее доведено до пассажиров. С 16 по 28 мая на территории Гайского округа проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». В рамках ОПМ сотрудники ГИБДД проведут с водителями беседы на тему безопасности перевозки маленьких пассажиров, подчеркивая необходимость использования специальных удерживающих устройств. Также на период проведения запланированы рейды и встречи с трудовыми и детскими коллективами. Даниил Чариков – молодой композитор, музыкант, режиссер, актер из Орска. В свои 19 лет он ставит спектакли, пишет музыкальные композиции. Свой творческий путь молодой человек начал в 7 лет в детской школе искусств номер 3, начиная обучение на аккордеоне. И вот теперь в столь молодом возрасте Даниил дает свой сольный концерт на главной сцене Орска – драматическом театре. К этому концерту я готовился не месяц и не два, а сегодня он соберет весь мой сценический музыкально-театральный опыт, который в общей сложности длится 13 лет. И поэтому, наверное, каждый день своих занятий шаг за шагом я готовился к тому, что сегодня хочу подарить зрителю. Свою концертную программу Даниил Чариков назвал «Метаморфозы», что означает преобразование. В этот день молодой композитор, режиссер, актер со сцены драматического театра исповедовался перед зрителями. Наверное, я делаю какой-то опасный шаг, так как открываю слушателям собственную душу, что я делаю крайне редко и, можно даже сказать, почти никогда не делаю. И особенно в таком количестве, как это будет предоставлено сегодня, даже несмотря на то, что я буду играть не только свои произведения, будут звучать и бах, и известный композитор-баянист Зубицкий и так далее, то через них я все равно буду раскрывать себя. Ну и, конечно, когда начнется композиционный блок, то есть моих собственных сочинений, там будет уже, я думаю, апогей исповеди со слушателем. Идея организовать большой сольный концерт Даниила Чарикова пришла его руководителю. Творческому наставнику Юрию Деккеру, с которым Арчанин познакомился два года назад благодаря музыке. В 2020-м Даниил предложил Юрию Владимировичу поставить совместный спектакль, где Чариков выступил композитором, а Деккер – режиссером. Речь идет о постановке «Нико», где впоследствии наставник уговорил Даниила сыграть и главную роль грузинского художника Нико Перасмани. Это был первый опыт Чарикова в роли актера и композитора. Так и началась совместная работа молодого таланта и творческого руководителя. Знаете, это первый формат за всю мою карьеру. Театр «Судьи встречи» – это уже 11 лет. И первый, как бы сказать, студиец, кто достоин такой чести иметь такой творческий концерт. Но я думаю, что он заслужил. Знаете, первое, что, когда мне пришла эта идея в голову, что у таких людей должен быть некий монолит в совокупности музыки, поэзии, каких-то актерских, актерского опыта, режиссерского. За большое, наверное, трудолюбие и просто большое сердце его. Я думаю, что такие люди многогранные, прежде всего. И я хочу, чтобы этот концерт, знаете, он был не только для музыкантов, а кто придет сегодня первый раз. А таких очень много. Как мы уже говорили, свой творческий путь Даниил Чариков начал в 7 лет, поступив в детскую школу искусств. Сейчас же Арчанин оканчивает Орский колледж искусств по классу аккордеон. Педагоги Чарикова ценят его как талантливого ученика, который смог покорить их своим творчеством. Даниил – это мой 55-й выпускник. Люблю всех, но вот такой, как Даниил, наверное, это единичный такой вот бриллиант, единичный такой алмаз, который встречается, в общем-то, в судьбе не каждого педагога. Потрясающе талантливый, разносторонне талантливый, потрясающе трудолюбивый. Хочется верить, что у него будущее будет светлое, удачное, и что мы не раз еще услышим эту фамилию. Но, во всяком случае, мы сделали с ним все, что могли за эти 4 года. Тамара Новоселова рассказывает, что на третьем курсе был интересный случай. Даниилу предстояло выучить пьесу перед экзаменом, но он к ней все никак не мог приступить. И тогда Тамара Васильевна сказала ему, «Не хочешь учить – сочини свою». Так и родилась у Даниила пьеса собственного сочинения «Ностальгия». Нет, абсолютно. Наоборот, нужно сдерживать. Он хочет еще, еще и еще. У нас Гусы через два месяца, он выучил новую пьесу, огромную. Он хочет еще, что это человек неудержимый просто в творчестве. Он сочиняет, он играет. Он вокруг себя собирает издиромышленников. Это просто человек-энергия, так скажем. Даниил Чариков – талантливый молодой человек, который в свои 19 лет собрал полный зал драматического театра. Ну а мы вам в свою очередь предлагаем насладиться творчеством молодого композитора, режиссера, актера. Музыка Баха – это разговор человека и Бога. Музыка Баха – это нагрет. КОНЕЦ Преподаватель спецдисциплины Урского нефтяного техникума и командир отделения 9-й пожарно-спасательной части Станислав Рузанов провел тренинг по оказанию первой медицинской помощи журналиста Морс.ру и телеканала Евразия. Казалось бы, еще в школе нас учили на уроках ОБЖ, как это делается. На деле выяснилось, что в памяти взрослого человека мало что остается от тех знаний. Вы даже не представляете, сколько мифов по оказанию помощи было развеяно. Так как я работаю в пожарной охране, я знаю, что вы везде. Вы везде и всюду, и вы можете оказаться тогда, когда никого нет. И вы, я думаю, должны знать хотя бы что-то, хотя бы какую-то милость, как правильно помочь пострадавшему. Первая помощь – это комплекс простейших мер, направленных на поддержание жизни и здоровья пострадавшего. Но ни в коем случае не пытайтесь делать серьезные вмешательства, никаких медикаментов. Можно делать лишь необходимое для спасения жизни. Об остальном позаботятся врачи. Почему у нас в России, наверное, менталитет такой? Все боятся этого оказывать, первую помощь, да, боятся подойти к бабушке, которая упала, к дедушке, либо еще что-то. Даже в школе где-то и так далее. Все бегут сразу за медикам. А если сделать какой-то простой, обычный шаг пострадавшему, сделать вообще обычную элементарную вещь, можно спасти жизнь. И здесь в уголовном кодексе есть такая статья о том, что в случае, если вы сделали хотя бы что-то, я простым языком буду говорить, да, то вы освобождаетесь вообще от всего. В материале, конечно, всего не описать. Обучаться нужно лично и с профессиональным инструктором. Сейчас мы просто делимся с вами тем, что всегда важно учиться чему-то новому развиваться, получать знания. Ведь когда-то это может быть не только полезно, но и жизненно необходимо. Дима. Рукой удобнее. Мы получаем взвод у нас между круглым, а его может смешно с подлиннее. Так, пальчики поднимаем. Поднимаем пальцы. Ну, можно в замок где-то. Чуть-чуть в замок и чуть-чуть приподнимем. Спинка прямая. И поехали. Мы работаем спиной. Сильнее, сильнее, сильнее. Вот. А, вот. 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 Чуть-чуть сломался. Все, значит, нужно переместить точку опора. А если мы сломали ребра, продолжайте. Продолжайте. То есть, даже на реальном человеке. Журналисты, операторы, водители получили массу положительных эмоций от тренинга. А самое главное – полезную и важную информацию. За что спасибо инструктору первой помощи Станиславу Рузанову. Партнер программы «Десцентр Гарант». Телефон в Орске – 321986.